Ребята, всем привет! С вами Евгений Николаевич. Привезли наш култан в хозяйство Днепропетровская область. Сейчас ребята, наша сервисная служба готовит его к непосредственно работе. Пригласили ребят с рекорд. Сейчас, собственно, система внесения удобрений, чтобы откалибровать эту систему. Покажем вам небольшой обзор, чем мы отличаемся от наших конкурентов по култану. Из, собственно, еще важного, что хотелось бы отметить, что наши инжекторные агрегаты по внесению удобрений подходят под компенсацию государственную. Второй момент очень важный, что мы, как завод-производитель, очень гибкий в производстве. Данный агрегат 8 метров. Под заказ можем сделать, собственно, и более широкие агрегаты. Бак здесь стоит на 2000 литров, два куба. Вот, но также вот бак, естественно, может варьироваться. Комплектация, скажем так, системы внесения удобрений. Вот, то есть, все вот под ваши потребности, так сказать. То есть, в чем наше преимущество? Мы можем предоставить выбор неких, так сказать, комплектующих вот данного агрегата, не только данного агрегата, конкретно под ваши потребности. То есть, таким образом, вы сможете именно брать агрегат под себя, а не покупать то, что вам не нужно, переплачивать за что-то. Вот, поэтому подписываемся на наш канал, пишем в комментариях объективную оценку, вашу, вашу объективную оценку по нашему агрегату. Пишите вопросы, все, которые вас интересуют. Естественно, самые важные вопросы, которые вот обычно волнуют фермера, мы постараемся в этом видеоролике раскрыть. Сразу хочу говорить важный момент, что вот все рабочие органы, все колеса комплектуются колпаками. Вот здесь все закрыто. Тут их пока нет, чтобы просто показать вам, как все устроено, и, собственно, показать, как это все в работе. В общем, начнем с самого, наверное, интересного. Вот с рабочего органа, зуба. Мы предлагаем несколько вариантов на вид, по виду, по типу. Мы в этой конкретно комплектации использовали вот зуб такой формы. Вот. Разработан специально, чтобы отверстие, которое вот впрыскивает касс, не забивалось. Вот. Бывают тупые формы, бывают такие вот конусные формы. Мы вот сделали вот такую вот форму шляпки, чтобы налипало с этой стороны и вот тут отпадало, чтобы не забивалось во время работы. Они из нержавейки. Почему темные? Потому что они прошли дополнительную закалку, термообработку, чтобы они дольше выходили, гораздо дольше. То есть мы повысили их ресурс. Само колесо выполнено также с нержавейки, плюс еще усилено вот такими вот уголками, чтобы придать колесу больше жесткости. По шлангам. Шланги здесь взяли по прочности с запасом. Очень огромный запас прочности. Выдерживает большое давление. Гораздо больше, чем тут оно нужно. Сразу отвечу на вопрос, который вот многих интересует. Многие спрашивают про хомуты. Их тут нет, потому что они здесь не нужны. Протекать ничего не будет абсолютно. Почему? Потому что диаметр вот этого колпака 10 миллиметров. Внутренний диаметр шланги 8 миллиметров. То есть они специально нагреваются, одеваются. Потом, когда остывают, тут просто мертвая хватка. Плюс сама шланга в работе закрыта колпаком. Вырвать их или как-то двигать внутри во время работы их ничего не будет. То есть система продумана, система испытана. Также распределительный механизм, ступицы. Все, что контактирует с кассом, мы используем нержавейку. То есть за ржавчину тут переживать не стоит. Также отвечу на довольно-таки популярный вопрос. Я вот следил в ютубе за комментариями вашими, что вы спрашиваете по колпану. Выливают ли все иглы одновременно удобрения? Или выливает конкретно одна игла, которая находится сейчас в земле? Ответ очень простой. Система разработана и настроена таким образом, что отверстия, через которые проходят удобрения внутри колеса, открываются только внизу. Как это работает? Вот сюда поступает касс. Здесь распределительная шайба, которая открывает одно отверстие. И вот в эту ступицу поступает касс, который выливает ее непосредственно в тот зуб, который находится внизу. То есть вверх оно никак не потечет. Колеса на агрегате поставили специально вот такой ширины, с такой покрышкой, которая немного уменьшает давление на грунт, чтобы не создавать колею при работе этим агрегатом. Бак поставили здесь на 2 куба объем. Можем поставить больше, можем поставить меньше. Все зависит от ваших потребностей. Вот. Если вы сейчас смотрите по култан, выбираете култан, и обращайте внимание на такое изделие, как бак. Это тоже очень-очень важно. Вроде везде у всех пластик, вроде они все одинаковые на вид, плюс-минус. Но обращайте внимание, читайте отзывы. Мы здесь поставили проверенного производителя, который не первый год выпускает, чтобы имел большой ресурс службы. По системе удобрений. По стойке. Перед нами рабочая стойка. Система вылива удобрений жидких. В данном случае мы имеем два коллектора по 16 рядов. На каждый ряд стоит вот такой секционный расходомер. Синенькая крышечка, это крышечка обратного клапана. В данном случае обратный клапан рассчитан на минимальное давление 0,4 бара. Это сделано для того, чтобы при поднятии агрегата, при поворотах или еще каких-то маневрах. Самотеком не выливалось удобрения, просто так в сухую землю, скажем так. Шланг выходит на каждый ряд, понятно. Норма вылива регулируется дозирующими шайбами, которые вставляются вот сюда. Очень большая просьба не путать, потому что были случаи, скажем так. Вот дозирующая шайба калиброванная, вставляется таким образом и обратно в расходомер. Фиксируется стальной скобой из пружинной стали. Все. Все просто, все понятно. Далее, что мы видим. Система клапанов, значит, главный клапан электрический, байпас, шланг подвода жидкости, шланг обратного слива в бак. Здесь пока все. Здесь стоит фильтр, такой, скажем, средней очистки. Главный расходомер. В данном случае от 2,5 до 50 литров в минуту его производительность в таком диапазоне работает. это регулирующий клапан, который как раз и следит за тем, чтобы норма вылива соблюдалась в системе. Датчик давления в системе показывает на панель, мы там обсуждали, что давление, рабочее давление выводится на нашу рабочую панель, панель оператора. Вот этот датчик нам и дает это давление. На задней стенке панели расположена такая коробочка из нержавеющей стали, называется RAID контроллер. Здесь располагаются основные электронные элементы нашей системы. Разработана нашими специалистами украинскими, гордость за страну, и изготавливается у нас на фирме. То есть сборка, заливка в корпус, все обработано, две платы там находятся, они обработаны компаундом, и крышка герметично закрыта. То есть не боится ни влаги, ни пыли. Довольно надежная штука. Еще очень важный момент. Предусмотрели специальный концевой датчик, благодаря которому, когда поднимаются рабочие органы при поворотах, допустим, система перестает подавать касс к рабочим органам. То есть когда вы идете на разворот, рабочие органы сейчас находятся подняты, у вас удобрения не выливаются. Итак, сейчас заправляемся и будем выезжать, покажем вам работу в поле, результат покажем. у нас с собой есть наш маленький помощник, благодаря которому вы получите отличные кадры, сможете насладиться природой, мы поставим вам приятную музыку, так что усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. музыка, музыка, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok